всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 6 августа и вот я хожу собираю помидоры для того чтобы заготавливать семена я сейчас показывала что я у штрауха была смотрю вот по по плану по тетрадке по описаниям и сверяю но это я говорю конечно про новинки те которые мне нужно сверять и которые нужно идентифицировать и вот хочу рассказать вам про гранатовую каплю в этом году у меня под номером 206 появилась новинка гранатовая капля мне с одноклассников ну через одноклассники там прислала одна девушка елена из подмосковья и ей она понравилась на картинке по описанию мне тоже понравилось и и нынче посеяла и вот хожу я сейчас вокруг нее уже давно кругами и не могу как сказать подтвердить она это или нет вот гранатовая капля написано в описании написано это сладкая ароматная черри вот короче индетерминантный метр пятьдесят два метра плоды овальные красно-коричневые с носиком все у меня подходит у меня только не вырос носик почему-то ой вот они спелы уже сейчас буду отбирать все они красно-коричневые они овальные они двухметровая выросла но не вырос у них носик а именно на фотографии которая была приложена к этой пачке носик такой был остренький как капелька и были более видны полоски они были как бы зебровые я написала спросить у хозяйки семян спросила если у нее на томатиках полоски она сказала вроде есть но у меня полоски еле видимые может быть это от условий выращивания может потому что у нас так жарко но я не стала убирать их с каталога томатики хорошие вкусненькие вот сейчас я их все оборву и они вместе со штраухом идеально подходят вот такие вот именно о них я говорила это подходит и для вяления чтобы делать томаты запеченные самые последние пойдут на хранение когда я говорила какие томаты подходят для хранения для консервирования там для запекания как раз вот такие круглые сливовидные перцевидные те которые не растекаются они вот и в консервировании прекрасно держатся и для всех вот таких вот блюд все вот это моя громад грамматовая гранатовая капля буду ее разрезать потом покажу вам обязательно